Привет! Это абсолютно легальная несвадьба Мукунку. Вы думали, что такое можно только сливать, но мы выпускаем это сами. Александр Ордовский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, доброе утро, хотя какое же оно доброе, ведь отрыв от зенита и от ССК у Спартака растет. Саш, ну, по твоему внешнему виду видно, что ты отмечал всю эту ночь этот растущий отрыв, но знаете, сегодняшнюю несвадьбу Мукунку хочется начать необычно, ведь мы говорим о футболе, а сегодня, Саш, я предлагаю тебе, знаешь, что обсудить? Зеленое дерби в швейцарском Давосе, которое прошло 23 декабря 2019 года. Ты знаешь, какой был счет тогда? Нет, нет. Как ты думаешь? Я знаю, что такое зеленое дерби. Да, Уфа Краснодар. Ну, можно позвонить Марии Орзелу знать, можно посмотреть в интернете, но мы, конечно же, этого делать не будем. Саш, в связи с этим у меня к тебе еще один вопрос. Ну, наверное, все посмотрели легендарное видео, не отрываясь, как написал Василий Уткин. Кстати, ты видел шутку Василия Уткина? Это одна из лучших шуток Василия Уткина за последнее время. А поводу отвернули? Да, никто не отвернулся. Да, все досмотрели до конца. Скажи, пожалуйста, Саш, вот мы все смотрели как плебсы с обычной камеры. Ты посмотрел тактической еще. Что ты там еще обнаружил? Ну, хорошее перестроение, хороший прессинг. Вот, поэтому, ну, и грамотное дыхание, то есть физическая форма все-таки у Артема неплохая. Видимо, усталости действительно нет. Но на самом деле, я даже не знаю, что тут можно еще сказать, потому что, конечно, это вообще задело все выходные у нас. И обсуждения, и шутки, и позиция sports.ru. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, поэтому... Саш, скажи, пожалуйста, а у тебя есть такой архив? Нет. Да, то есть, если вдруг у тебя отберут телефон, взломают или что-то еще, мы тебя в таком образе не увидим, да? Нет, именно в таком нет. Мне даже лень обсуждать, что ничего страшного на видео не происходит. Меня вот что поразило вчера, когда люди стали... Я думал, ничего обычного. Ничего обычного. А меня что поразило, когда люди начали писать, мне жаль, жаль Артема. Но как же может быть жаль, когда вот создавая такую единицу контента, ты в целом должен понимать, что теоретически ее могут увидеть, должен быть готов к этому. И как писал телеграм-канал «База», Дзюба знал, что все взломали, и все это может всплыть. И, наверное, ты как считаешь, публичные люди вообще могут создавать такое? Или если они такое производят, то должны быть на 100% уверены, что это никогда, нигде никак не всплывет, и хранить это где-то на жестком диске в столе? Смотри, во-первых, могу сказать так, по моей информации, то, что написала «База», это правда. А так, да фиг знает. То есть, мне кажется, что раз сливы происходят, ну, понятно, у звезд, да, по большей части, потому что, ну, собственно, они всем интересны. Ну да, мы с тобой голые, никому не интересны. Поэтому, да, здесь понятно. Да, даже, ну, я надеюсь, что все-таки ты своей жене хотя бы чуть-чуть. Ну вот, но... Вика, привет. В общем, поэтому я не знаю даже, что сказать. Просто в нашем спорте такого еще не было, да. У нас были какие-то сливы звезд шоу-бизнеса, но как-то это все проходило чуть-чуть мимо. И не каждый день мы все-таки заходим на сайт Супер.ру, а тут это все Супер.ру перетек к нам. Возможно, скоро Алена Блин возьмет у кого-то интервью. А я что думал? Я был уверен, что Дзюба выйдет прям вот так вот остервенел и начнет разваливать, вот просто уничтожать Краснодар. Вот почему-то у меня была такая уверенность. Я не сомневался, что его выпустят в старте, если там каких-нибудь... У вас же там иногда политические решения бывают, которые не связаны вообще за здравым смыслом. Ну, там, если взять ситуацию Кокорина. Я допускал, что такое опять может быть, что что-то похожее. Но, слава богу, этого не случилось. И Дзюба вышел на первый тайм, и меня поразило. Вот вроде у него было какое-то стремление, желание бороться, но он какой-то бегал растерянный. У тебя не было такого ощущения? Ну, понятное дело, что сейчас мы уже тоже оценим постфактум, и разница между первым и вторым таймом, она вообще поразительная. Хотя... Ну да, я только про первый тайм тебе не спрашиваю. Соперники-то у Тёмы не менялись. Нет, ну вот, понимаешь, когда пенальти вот этот он пробил, не забил, мы же с тобой даже это тоже обсуждали в онлайне, и считали, что Севак не прав в том плане, что, ну, зачем давать бить? Ну, в принципе, Дзюба и сам мог отказаться, так, если бы не чувствовал в себе уверенности, вот, чувствовал, что вот не только вот эта вся ситуация давит, а, наверное, реакция стадиона, которая была, ну, в первую очередь, естественно, фанатского виража, она была достаточно неожиданная, мне кажется. То есть, понятно, что там никто никогда не любил Дзюбу так, по большому счёту, да, и Дзюба может хоть там сто раз становиться лучшим бомбардированием чемпионата России, лучшим ассистентом приносить «Зенит» ещё там пять звёзд на футболочку над эмблемой, но, наверное... Пять звёзд, у вас и близко столько нет. У великого-то клуба четыре звезды, а ты про какие-то пять звёзд, Саш, ну давай. Да, московская «Динамо» себе не все звёзды на футболочку рисует, потому что всё-таки не живут прошлым. Вот, поэтому, наверное, то, что произошло, ну, и происходило, на самом деле, на протяжении всего матча, и даже после гола Дзюбы, это меня, на самом деле, удивило. Вот, возвращаясь вот к пенальти, к первому тайму, то есть, и мы тогда с тобой переписывались, вот зачем Симак это сделал, а сейчас, может быть, да, так случится, что вот эта ситуация, реакция выражания, забитый пенальти, и, в принципе, ну, достаточно неудачная игра в первом тайме, она вообще перевернёт всё, потому что после гола же Дзюба бежал к Симаку, там, отбивал Петюню, отбивал Петюню ему помощником, то есть, ну, тоже такой момент, да, психологический, то, что Симак его не заменил в перерыве, а фиг знает, а вдруг это реально вот перевернёт, может быть, не весь сезон, но хотя бы вот эту часть его. Если честно, я не помню, когда Дзюба последний раз так радовался голу, и радовался он в Зените так голу вообще когда-либо, не знаю, может быть, ты помнишь такие эпизоды, но он просто сходил с ума, понятно, что, типа, победный гол, он всегда гораздо сдержаннее ко всему этому относится. Не, ну, в тот момент-то было непонятно, что это победный гол, он был забит всё-таки не на 95-й минуте. Ну, да, но всё равно команда вышла вперёд, и всё, всем он это всё ответил. Но, тем не менее, я хочу вернуться к первому тайму. Футболисты нихрена на поле не соображают и не отдают отчёт иногда происходящему. Ими там движут инстинкты исключительно. И по тому первому тайму, который Зенит и Дзюба показал, ему никакой пенальти нельзя было бить. Надо было дать человеку, хотел сказать, железными нервами Магомеду Аздоеву, и понял, что так говорить нельзя, потому что у Маги нервы совершенно не железные. Ну, какому-нибудь Сантосу дать ударить, он бы спокойненько положил в уголочек, и было бы 1-0. Так что я считаю, что это тренерский прокол Симака прям максимальный. Нельзя было Дзюбе давать бить пенальти. Но, конечно, фортануло ему. Кстати, Симаку за мяч вообще не везёт. В этот раз ему повезло, что вот так всё это сложилось, что этот пенальти в итоге помог этой, как пишут в советском спорте, пружине распрямиться и вот так выстрелить по Краснодару. Но твой любимый Краснодар – это, конечно, вообще жалкое зрелище. И я, если честно, не понимаю, как вот может быть вот так, как вообще так может быть. И ещё я что хочу сказать. Опять сбылось моё предсказание. Я предсказал, что Динамо обыграет «Зенит», ты смеялся. Я почетинно предсказал, ты тоже смеялся. И я ещё тогда предсказал, что какой-то случится, какой-то скандал. Давай мы включим этот момент, опять же его послушаем. И, ребят, вы спрашиваете, какой будет курс доллара. Вообще, задавайте мне любые вопросы о будущем. Когда закончится коронавирус? Когда, не знаю, Саша Дорский начнёт разбираться в футболе? Вот такие вопросы задавайте. Я на все в комментариях отвечу. И вообще, пишите комментарии. Если даже вы не зарегистрированы в Ютубе, если вы слушаете нас в Кастбоксе или ВКонтакте, просто заходите и пишите нам комменты. Я на все комментарии отвечу. Вот обещаю, ни один не останется неотвеченным. Вот, Саша, тебе ещё что сказать? Ребят, вот эта долгая подводка к тому, что пишите комментарии. Глеб нас заставил подзабыть о том, о чём сказал в начале вот этого спича своего. А так-то мы поняли, кто в результате всё слил, потому что Глеб предсказал скандал. Да, вот так вот. Не знаю, нужно, чтобы в Зените что-то случилось. Чтобы там, я не знаю, Симак ушёл. Ну, внутренний конфликт. Чтобы, не знаю, там, Дзюба захотел в ворота встать и требовал его в ворота вставить. И выходили вот так. По Дзюбе, наверное, мы уже обсудили, кажется, всё. И я думаю, что все видели видео, которое он записал после матча. Только я думаю, что мы оба можем пожелать Артёму сил. Но я думаю, что он справится. Потому что конкретно через такое в своей карьере он ещё не проходил, конечно. Но... А мне кажется, уже все забыли. Мне кажется, всё. Уже сегодня всё. Но реакция на Дзюбу вообще за день, она просто была настолько полярной. То есть, если вот, да, по комментариям на sports.ru, когда утром все писали о том, что там тоже там кому-то лишить повязки, ну, понятно, там, какие-то смешки, там, некоторые смешные. По мнению Вадима Лукомского, допустим, вообще не было смешных шуток на эту тему. Не знаю, возможно, у Вадима отключили интернет просто, когда это видео в сеть слили, поэтому он не видел. Ну, в общем, а вечером Дзюба снова стал героем. Понятно, там, кто-то писал о том, что проигравший в этой всей истории опять русский народ, но эти люди постоянно об этом пишут, поэтому тоже тут уже сложно что-то сказать. Слушай, мы, конечно, в своём подкасте «Краснодар» не обсуждаем, но вот ты говоришь, что это жалкое зрелище. А кто в этом виноват, на этот взгляд? Ну, кто, в принципе, рулит всеми процессами, тот и виноват. Ну, тренер уже, по-моему... Виноват Галецкий. Конечно, ну, тренер совершенно не тянет. Это селекция, это странная. Вот, то есть, у тебя до хрена бабок, и ты можешь что угодно делать с этой командой, а команды у тебя нет. Вот уже столько лет. Вот так всё это медленно продвигается, через какие-то свои принципы. Короче, я считаю, что «Краснодару» срочно нужен какой-то другой тренер и какие-то, не знаю, другие футболисты. Вот как-то нужно освежиться. Вот, не ионовыми освежаться, а, не знаю, кем-то... Кем-то... Даже не то, что более мотивированным, а вроде каких-то легионеров покупает, но при этом не самых звёздных. Короче, «Краснодару» нужны какие-то лидеры, которые потащат команду за собой. Вот чего не хватает. Не хватает лидеров. Команда абсолютно серенькая. Даже не зелёненькая, а серенькая. Вот даже вот «Ари» не хватает. Вот каких-нибудь людей реально с характером. Вот моё мнение. Просто есть один лидер, Матвей Сафонов, и всё, и больше никого нет. Да, я с тобой в этой части согласен, что не было лидера, но я, когда это было полтора года назад, беседовал с Игорем Михайловичем Шалимовым, в том числе на тему, естественно, Краснодара, и он говорил, что даже вот в лучшие времена Краснодара, ну, наверное, лучшие всё-таки были приконными, но во времена, когда, кажется, было всё-таки не так грустно, как сейчас, кроме Гранд Квеста, не было лидеров в раздевалке. Понятно, что это, опять же, субъективное мнение одного человека, но всё-таки этот человек был главным тренером, и он видел, как там себя вели тоже в раздевалке Смолов, Мамаев. При этом, как бы, не сказать о том, что Шалимов как-то негативно относится к Смолову или Мамаеву. Опять же, всё там было очень корректно, и, собственно, при Шалимове это Смолов очень много и забивал, и проводил лучшие сезоны в своей Корее. Поэтому, мне кажется, что, на самом деле, возможно, это перманентная такая проблема Краснодара. Наверное, вот, достаточное количество лидеров было, когда вот Широкова арендовали. Был Марат Измайлов, собственно, Гранд Квест. Вот это. Ну, а что касается освежения состава, то мне кажется, что защиту можно менять там вообще практически всю, кроме Серёжи Петрова, здоровья. Кроме Каеву Бантляу, нашего любимого. Нет, ну, я не знаю. Каеву, может быть, я не знаю, лигу поменять. Я не знаю, что... Так может, его в опорку вернуть? В опорку вернуть? В какую опорку? Он беспайл. Я не знаю, откуда он родом. Возможно, там в футбол не играли. Но он вообще без паса. Он не техничный. То есть, он вообще не подходит под стиль, под который заточен Краснодар. Я вообще не понимал приобретение Каев, когда его покупали. Я об этом спрашивал Мусаеву, потому что на тот момент он там сыграл что-то там 12 матчей в стартовом составе в чемпионате Португалии. И всё. И за Санта-Клару. Ну, разве этого достаточно? Мне кажется, нет. Поэтому вопросы, вопросы, вопросы. Но Саша Мартынович, понятно, легенда клуба практически с момента основания там. Но вряд ли он уже тянет. Да, и топ-3, и Лигу чемпионов. По левым защитникам у меня вопросы по всем. И по Черновой, и по Мерс. Поэтому, да, достаточно грустно, но мне кажется, что нужно всё-таки Мусаеву дать время хотя бы до середины декабря, то есть до конца первого сезона, потому что там график неплохой у них. Наконец-таки у них состав сейчас становится каким-то более нормальным, что ли, приличным, потому что, ну, Смольников, Рамирос на флангах полузащиты, это примерно... Я даже не знаю, с чем это сравнить с «Спартаке», потому что у «Спартаке» сейчас просто нет таких ситуаций. Понятно, тоже скамейки нет, но вот такой жопы составом тоже у «ТДСК» не возникает. Краснодар, Саша, это мы что-то обсудили, что-то вообще непонятное для нашего подкаста, но зрители таких слов-то не знают, слушатели точнее. «Зенит-то как воспрял во втором тайме, мне же страшно стало, это что это теперь? Вернулись, чтобы править, что ли? Во втором тайме прям какой-то, не знаю, такой напор был, что прямо я смотрел и думал, господи, что ж «Спартак» может чемпионом не стать в этом сезоне? Даже мелькнули такие мысли. Я их, конечно, отогнал быстро от себя, но тем не менее. Потому что понял, что вообще чемпионство не связано ни «Зенитом», ни «Спартаком», да? Оно там на песчаной улице где-то будет обитать в этом сезоне. Нет, если они и «Джуки» перестанут, ставить, то, конечно, они станут чемпионами. А «Саджуки» – ну, это понятно все. Кошмар. Скажи мне, что «Зенит-футбол», оказывается, тут снова научился играть? Или что? «Симак» довольный? Я довольным его не видел. Да, но там была хорошая шутка, что, возможно, Сергей Богданович где-то втихаря скушал стейк, просто между матчами Слацова и Краснодаром покушал. Лучшая шутка была, что сегодня вот мы увидели Дзюбова в таком виде, а на следующий день будет видео, как «Симак» ест мясо, и тоже все будут возмущаться. Да, ну ладно, каждый как он хочет, и каждый ест, что он хочет. Поэтому, ну, да, да, это, наверное, был самый такой агрессивный тайм за месяца полтора, но мне кажется, он связан исключительно с мотивацией. Собственно, «Симак» сказал, что во втором тайме мы обыграли Краснодар за счет мотивации. Я полностью с этим согласен, потому что напор, вот эта вот агрессия, которая шла там от того же Дзюба, от Асдоева, понятно, у Сутермина была сложная ситуация, да, тоже, наверное, это как-то выплеснулось на поле, и в том числе родила третий гол. Поэтому я вообще не склонен говорить о «Зените», про футбол «Зенита» во втором тайме. Я думаю, что это чисто самоотдача и психология в голове. Потому что, допустим, 4-4-2 с Венделом на левом фланге полузащиты, я вообще не понимаю, как это возможно. И, по-моему, «Симак» вообще не знает сам, куда встраивать Вендела, как использовать его лучшие качества. Нахрена он вообще был нужен? Вот, это вообще самый главный вопрос. Мы уже это обсуждали, что дохрена вот этих оборонительных полузащитников, и вместо покупки креативного игрока вперед купили еще одного этого. Ну ладно, что мы будем повторяться? Ну, Саш, я рад, что ты в себе. Хотя хотелось бы для споров, чтобы ты был не в себе. Чтобы ты говорил, «Зенитушка, мы вернули футбол Петр Желы!» Вот это кричать ты начал. Что там, не знаю, «Сутармин, новый Владимир Быстров!» Вот этого всего хотелось. Алешка, потому что есть Алешка у тебя? Да. Нет, ну слушай, я в себе, потому что все-таки надо поддерживать свою команду в самые тяжелые моменты. И если ребята в себе, то я тоже должен быть в себе. И не отворачиваться. Давай переходить к единственной команде в нашем чемпионате, которая всех реально интересует, а не только там в квартире твоей. «Спартак-Москва» не выиграл второй матч подряд. Ты не один. Не выиграл второй матч подряд. И что-то мне становится как-то боязно. Нет, уверены, что чемпионство наше, оно никуда не делось. Но, походу, не без проблем оно будет добыто. Что думаешь по поводу двух последних матчей «Спартака»? Я вообще не понимаю реально вот эту катастрофу, которая есть в головах болельщиков «Спартака». То есть, наверное, катастрофа и те мысли, которые у них есть. Сами мысли о катастрофе, потому что, а что, блин, случилось? Ну, не выиграли две игры, и что? Что глобально поменялось? «Спартак» провел какие-то там кардинально худшие матчи по сравнению с тем, что мы видели месяц назад. Нет. «Спартак» как-то дико проваливается в оборудине по сравнению с тем, что было раньше. Да нет. «Спартак» стал играть как-то непонятно. Да нет, «Спартак» играет по абсолютно понятным принципам. Что не так? Ну, как что не так? С Ростовом было все очень плохо. Сейчас тоже было как-то все не особо-то радостно. Ну, создали какие-то моменты, их реализовали, но в целом нету вот того, чего ждут. Футбола Олега Романцева нету. Нет доминирования во Вратарской. Футбол Олега Романцева есть только в подкасте «Сычев подкаст» и «Денис Казанский». Вот это единственное место, где есть романцевский футбол в 2020 году. Все, забудь. Забудь. Не будет «Спартак» при «ТДСК» никогда играть в короткий пас на всех участках поля со стеночками забеганиями. Так на всех не нужно, Саш. Нужно во Вратарской встать, квадрат разыгрывать, как вот разыгрывали в свое время. Так они так иногда и разыгрывают. И заходили с мячом в ворота. А, теперь в своей вратарской. Теперь в своей вратарской. Да, я думал, ты. Я-то про чужого. В 90-х ты в чужой вратарской разыгрывали, а теперь и своей. Вот видишь, как времена-то меняются. Есть современный футбол, да. Слушай, в прошлый раз я так, ну как, ты увидел в этом иронию, а я, ну, просто весело отозвался о Павле Маслове, что без него футбол рухнул. А оказалось, на самом деле так и было. Как Маслов начинал атаки через короткий паск, с какой уверенностью, как, знаешь, ну как тяга силы он играл, реально. Вот тот точно так же не ошибается и рискует. В «Динамо». Никакой иронии не было. Я прекрасно понимаю, что для Тубецка Маслов главный пасущий защитник. Ну, мы это видели в летней части прошлого сезона. Сейчас это только подтверждается. Никакой иронии нет. Да я вообще не иронично абсолютно сейчас отношусь к «Спартаку», потому что это действительно конкурент. Меня реально забавляет вот эта истерия, которая возникает там после каждого, даже не то что матча, пропущенного гола, я уже где-то видел о том, что Максименко сдал, то, что вот он виноват в голе Аугустиника. Ну, он не то чтобы виноват, он потерял ворота. Ты же не будешь с этим спорить? Сто процентов нет. Ну, при чем здесь сдал? Ну, я не говорил, что он сдал. Ну, кто-то там... Слишком много ты читаешь сумасшедших, Саш. Давай мы Маслова обсудим, а потом и перепрыгиваем. Твои тексты почитываю. Потом Маслова обсудим, как они с Мозесом на фланге вот это красиво все разыгрывают. То есть реально нужно человеку, который играет под нападающими в «Спартаке», сваливаться в этот фланг и там получать мяч и оттуда развивать атаки. Потому что чуваки реально отрезают одного-двух, и можно уже выходить как-то. Это реально секретное оружие ТДСК. И тренеры ничего с этим не сделают, потому что Мозес, в принципе, не ошибается вот в этих ситуациях. И Маслов тоже. То есть они прямо тотальные красавчики. То есть правый фланг «Спартака» может стать реально оружием. Если еще Мозес хоть раз ускорится, а то же он трусцой бегает. Вот как бы его ускорить-то? У Романа Ерёвенко, конечно, надо спрашивать, но... Может быть, есть еще какие-то... Это тоже не помогает уже. Причем в Екатеринбурге точно была не самая теплая погода, да? Но это тоже не очень помогло Вите. Ты говоришь про «Десятку», а где «Десятка» была? Вот ты написал в своем тексте о том, что Ларсен передвинули на позиции «Десятки», потому что в старте вышел Понца и Соболев. Я сейчас руки к небу поднимаю. Да-да-да, правильно здесь все делаешь. Саша Соболев. Какая нахрен «Десятка» была Ларсен? Расскажи мне, пожалуйста, вот какие места ты смотрел футбол? Я утверждаю, что «Спартак» играл в три нападающих. Я утверждаю, что «Спартак» играл в три нападающих в атаке на протяжении всего матча. В первом тайме «Спартак» играл по схеме 5-3-2 в обороне, где Ларсен был на одной линии с Зобниным. Во втором тайме, можно сказать, систему прессинга «Десятка» поменял, хотя там прессинга было не так много, и Ларсен стал подниматься на одну линию с кем-то там, ну, чаще всего с Понца. То есть в три нападающих они начали прессинговать защитников «Урал». Вот, по-моему, это абсолютно очевидный момент. Никакой «Десятки» там не было. Давай иначе. Как вот в атаке, вот три нападающих, когда команда играет три нападающих, есть два типа фланговых и один центральный. И кто кем был? Вот расскажи людям тогда. Ну, у тебя нет фланговых нападающих, по большому счету, в схеме с пятью защитниками, потому что у тебя фланговые нападающие, это, собственно, у тебя Мозас и Айртон, потому что они поднимаются очень высоко. А у тебя Ларсен, соответственно, и кто-то второй. Так тогда суть-то. Ну, второй, какая суть? Да суть-то, суть, а не в песок, да. В этом сезоне, когда выходил Бакаев, когда выходил Ларсен на этой позиции, был матч с Химками, когда выходил в первом тайме Кокорин, вот этот вот человек, он располагался чисто под двумя нападающими, чисто вот в центре под двумя нападающими. Понятно, он мог сваливаться там в полуфланге, но это было эпизодически, то есть в зависимости от того, где мяч. А в целом он находился в центре. Сейчас против Урала вообще не было такой ситуации. Поэтому Тедеско вернулся к тому, что было в прошлом сезоне. И, ну, наверное, можно признать, в принципе, неудачным. Ну, Ларсен, ты не играл же в нападении. Ключевое здесь то, что Ларсен... Где? Хорошо, даже если... В смысле? В атаке он играл в нападении. Ну, все равно он... Ну, а в защите не играл, все равно же он опускался, все равно он был не нападающим в этой игре, понимаешь? Не был он впереди. Он там не может играть, это не его позиция. Ты плывешь, ты уже переходишь от того, что была десятка, ты уже Ларсена называешь уже не десяткой, а не нападаешься. Так я же не спорю. Так я же не спорю. Ну, я назвал его десяткой. Я же не такой гений, как Александр Дорский с тактической камерой. Потом изучают скрины. Вот это вот все. Вы не представляете, что, ребят, началось после матча. Он мне начал скидывать какие-то скрины, где я игроков даже узнать не могу с Партака, потому что там, видимо, у них плохо в болотах с интернетом. Он смотрит в СД-качестве. Вот там, дай бог, Соболева от Понсова еще отличить. А вот Ларсена от Понсова уже тяжело отличать. И вот он мне наскринил чего-то и кричит. Да где десятка? Да ты вообще ничего не понимаешь. Да тут вот такие схемы. Я же не спорю, окей. Ты Соболева даже в 2D поймешь, что это Соболев. Потому что это твой любимый футболист. Дубль оформил. Очень тяжелые голы забил Саша. Невероятно. Естественно, ни Понсо, ни Ларсен был, оказавшись в этих местах. Вагнер Лав все голы забивал. Либо в пустые, либо с пенальти. Так что давай. Ты не будешь... Соболев молодец. Вопросов нет. Глупости говорить. Вопросов нет. Но твоя нелюбовь к Понсо, которая теперь перерастает, конечно, к похвале. Потому что уже не хвалить нельзя. Она поражает. Так он плохо сыграл. Плохо сыграл этот мальчик. Сейчас? С Уралом? Ну, мне не... Естественно. А Ларсен? Принял, когда на грудь хорошо там был такой эпизод. А больше ничего не было. Да и Ларсен сыграл плохо. Потому что он играл не на своей позиции. Окей, не десяткой, но постоянно сваливался назад. Это, ну, он... Еще он пытался двигать игру. Кстати, он пробегал как раз на правый фланг к Мозесу. И там у них мяч пытался забрать. Но у него это не получается. Я тут что подумал? Что, возможно, Бакаев-то не создан для того, чтобы играть в центре поля. А все-таки должен играть на фланге. Но в «Спартаке» такой возможности нет у него. Не поставить же его в защиту. То есть его некуда ставить в «Спартаке». Просто нет места Зелимхану Бакаеву. Что будем делать Зелимхану Бакаеву? Да ничего не будем делать. «Спартаку» нужен игрок, разыгрывающий в центр поля. Уж не знаю, где он будет играть. В «Опорке», «Десяткой», еще кем-то. Но «Спартаку» сейчас просто не хватает разыгрывающего игрока. В «Обороне» прекрасно вот эта «Тройка» научилась начинать атаки, выходить из-под прессинга. И им просто некому отдать. Они отдают Кралу, и ничего не происходит. Короче, вот реально есть пропасть между хорошей обороной в целом. Ну, по крайней мере, по игре в атаке хорошей обороной. И премиальным нападением у «Тодеска» реально премиальная четверка нападающих. Но доставить мячи... Ну, а какой? Ну, вот у меня вопрос. Какой Кокорин? Я считаю, что люди, у которых столько гельнетвагенов, они премиальные. Поэтому здесь, мне кажется, другого термина употребить нельзя. Но по Кокорину тоже забавно, потому что сейчас в идеальном мире связка нападающих «Спартака» выглядит как Соболев-Ларсон лучше. Или Ларсон-Понс. То есть, Кокорину вообще нет места на поле. Не-не-не, ты не оговорился. Или Соболев-Соболев. Соболев-Соболев тоже отличный варик. То есть, либо Кокорина ставить куда-то ниже, но, не знаю, как разыгрывающий. Мне кажется, он еще не настолько постарел, чтобы играть разыгрывающий. У него еще все в порядке со скоростью. Непонятно, что делать с Кокориным. Непонятно, что делать с Бакаевым. Что тебе понятно? С Кокориным все понятно. Но что это трансфер, который не согласован с тренером, как пишет один комментатор федерального уровня. И называет все трансферы вот такими. Кокориным не нужен ТДСК. И я думаю, что ничем хорошим это не закончится. А что касается Бакаева, то действительно интересный момент. Я думаю, что очень многое решится где-то в январе на сборах. Интересно, где они пройдут. В Турции, в Сочи. Где-то, может быть, все-таки в арабских странах. В Кисловодске. Да, в арабских странах, в Кисловодске. В общем, ну действительно, Бакаев сейчас в плохой форме. А сейчас это продолжается уже 4 месяца. И это грустно. Что касается того, что не создан он для центра поля прошлой осенью. На какой позиции он играл. И мы все восхищались. О том, что Зеленхан Бакаев, бог, контратак. Да. Ну, я сейчас анализирую. Может быть, ему его на фланг надо поставить. И там он как-то... Куда? Ну, куда ты его поставишь? Так и некуда. Я же о том и говорю, что... То есть, мы отправляем его в рубин. Да, к брату. Вот они будут с двух флангов и фигачить. Скажи мне, что ты думаешь по поводу моей вот этой идеи, что Спартаку нужен бокс-то-бокс крутой. Или там, не знаю, новый Фернандо, чтобы с глубины пасы отдавал. Или Егор Титов. Или, не знаю, ну, кто угодно в центре поля. Нужен игрок или нет? Есть ли у Спартака проблемы с доставкой мяча в нападении? Вот ты как разумный, гениальный тактик. Скажи, пожалуйста. Ну, Шамиль Камилович говорил о том, что все, лавочка прикрылась и никому переплачивать не будут. Ну, я думаю, что с Егором Титовым Спартак может и говорить сейчас. И не переплачивать все-таки ему. У Егора Титова в 2009 уже это было прям совсем тяжело. Поэтому в 2020 не готов. Не готов будет, Саша. Так, я тебя слушаю. Тогда переплачивайте, извините. Вы все-таки Спартак. Да что ты все эти деньги считаешь? Я понимаю, что у вас там... Знаешь, как у детей-мажоров безлимитная карточка дает, и он там хочет ламбу, хочет феру купил. Что хочешь. Вот у вас, в принципе, в «Зените» так вот так. У тебя проблема? Да, нет проблем, да. Нет, ну ламба или фера. Есть. Да, проблема есть такая. А у Спартака-то все не так. Посредством клуб живет. Давай мы не будем это считать. Просто мы посмотрим на футбольное поле. Вот как Вадим Лукомский. Посмотри на футбольное поле. И не думай о том, что это что-то может стоить денег. И посмотри матч Енисей и Спартак. Как его кумир Пеп Гвардиола не смотрит же никуда. И просто покупает центральных защитников за 600 миллионов евро. Вот так же оцени. Вот кто, какой игрок, какого типа, или может быть конкретная фамилия, которая сделает Спартак недосягаемым для ЦСКА и «Зенита» уже через три матча. Ну, безусловно, человек с пасом. Бокс-то-бокс в этом плане это Зобнин. Зачем он еще нужен? Потому что он есть уже. Он не нужен. Нужен человек с пасом. На какую позицию? Я думаю, что скорее все-таки под нападающими. Десятка, как ты говоришь. Потому что... Которой нету. Крал, в принципе, чаще всего она все-таки есть в этом сезоне. Хотя бы номинально. А кто, кстати, десятый номер в Спартаке? Зелимхан. Зелимхан Бакаев. Ему десятки действительно не было матча с Уралом в стартовом составе. Я разобрался. Ну, назови фамилию. Какой игрок из РПЛ или там из ИПЛ или из чемпионата МЛС мог бы пригодиться Спартаку? Или из чемпионата Китая? Из чемпионата МЛС, кстати. Вот Хваненбом. Он же из чемпионата МЛС. И он как раз-таки вот игрок на эту позицию. Как? Как? Как ты сказал? Хваненбом. Это же из немецкого чемпионата-то, чувак. Да, да. Рубин. Из Бундеслиги. Рубин из Бундеслиги, да. Или я путаю. Есть же какой-то кореец Бундеслиги быстрый. Хорошо. Ну, в общем, Хваненбом вот приехал из МЛС в Рубин. И сейчас играет как раз-таки верхним центральным полузащитником. И как раз-таки разводит очень хорошо. Слушай, я на самом деле даже в чемпионате России не могу назвать человека такого. Не знаю. Ну, вот Влашич нужен условно. Или кто-то еще? Не, ну Влашич это все-таки другой стиль. А так, ну, какой-нибудь шиманский. Допустим, шиманский. То есть, игрок, который может обыграть на коротке, может отдать, может исполнить стандарт. Вот. Что-то типа такого. А так. А подоступнее. Можешь, никто не видел матча Динамо, Саш, Дебрюйне. Кто Аспартаку нужен? В этом плане шиманский менее доступен, чем Дебрюйне. Я имею в виду, чтобы люди поняли, модель какая, ролевая. Не, ну Дебрюйне, конечно, это идеал для всех схем. И я думаю, что тут вообще нечего вообще говорить. Ну, а как он играет в этой схеме, мы видели в сборной Бельгии. Поэтому я думаю, что Кейн Дебрюйне может подойти. Спартаку Домианнико Тедеско. Можно побороться, потому что, ну, как мы поняли, Себастьян Шиманский недоступен. Ну, вообще, смотрите матчи Динамо. Смотрите матчи Динамо, потому что Сандер Шварц строит империю. И вдохновлен он Москвой, Львовом Яшиным, формой от Кельми. И все, Динамо классно. Кстати, что касаемо Динамо. Как ты думаешь, поскольку уже снят, собственно, вот этот запрет, который раньше был. Связка Артем Дзюма-Клинтон-Жи. Видишь ли ты ее перспективной? Как ты думаешь, сыгрались бы они? Твое мнение, Саша? Нет, потому что Артем все-таки подходит под схему с одним форвардом. Действовать на острие атаки. Поэтому я думаю, что ему будет некомфортно, когда кто-то будет рядом. Поэтому все-таки давай Клинтон-Анжи. А Клинтон-Анжи все-таки нужен партнер какой-то, да? Ты про это. В паре, да? Проще действовать в связке. Как же смешно, Глеб. Спасибо. Ну что, это была парная несвадьбовая мукунка. Мы без партнера не можем. Поэтому мы продолжаем вас радовать. Спартак продолжает радоваться Петербург. Целыми двумя матчами без побед. Конечно, фантастическая серия. Ну и Зенит вторым таймом, естественно, против Краснодара порадовал. Следующий раз мы выйдем через две недели, потому что сейчас у нас пауза на сборной. Немножечко отдохнем. Хотя, безусловно, работы будет много. Следите обязательно за sports.ru. Я думаю, что будет много разных эксклюзивов. Ну а эксклюзивный и премиальный, как Александр Кокорин, выпуск «Несвадьбовая мукунка» вы можете послушать на всех платформах, где есть подкасты, на YouTube-канале SportsOnAir, в Apple-подкастах и везде-везде-везде. Обязательно пишите комментарии, ставьте звездочки, ставьте лайки и, естественно, не забудьте зайти на sports.ru, чтобы посмотреть, какую Глеб Чернявский подводку сделать для этого выпуска, потому что это еще один челлендж, связанный с нашим подкастом. Ребят, и в прошлый раз вы меня обманули, 5000 комментариев никто не написал. Понимаю, что цифра, наверное, завышена, поэтому давайте напишем хотя бы 50. Вот давайте просто посмотрите на количество. Нет, зачем ты говоришь о цифрах? Смотри просто на подкаст, слушай его, смотри на поле. Не говори о цифрах. Да, не говорим о цифрах, но 50 комментариев обязательно напишите. И передавайте мне привет. Саше привет не передавайте. Все, всех люблю, всем пока. До встречи через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова